Ровно 76 лет назад германские войска без объявления войны напали на нашу страну. В память об этом 22 июня по всей стране проходят митинги. Сегодня утром на площади Славы собрались десятки устьюжан разных поколений. Колонны по Светскому проспекту до места проведения митинга прошли сотрудники полиции, члены общественного света при отделе МВД и студенты политехнического техникума. На площади Славы собравшиеся почтили память тех, кто держал оборону нашей страны во время Великой Отечественной. Участников боевых сражений, тружеников тыла, детей войны. Трагедия для нашей страны была очень страшная. И она объединила всех людей нашей страны, независимо от национальности. И мы победили и выставили те тяжелые годы, трудные годы. И сейчас с гордостью мы отмечаем День Победы, но с грустью вспоминаем тех же погибших в те страшные годы. В 1418 дней у нас только продолжалась Великая Отечественная война. Десятки миллионов участников той кровопролитной битвы и миллионы погибших. В память тех, кто подарил нам чистое небо над головой и счастливую свободную жизнь почтили минутой молчания. К сожалению, на митингах все реже можно встретить ветеранов войны. Александр Михайлович Невзуров участник тех страшных событий. Он прошел большой боевой путь. Сначала в Кандалакшу, там немец был, но потом нас тут постояли, отправили в Мурманск, нас в предпоезды. Вот в Мурманске там мы стояли, в Мурманске был, как ровно, окружен немцами. Знать историю своей страны должен каждый россиянин, уважать подвиг советских героев и гордиться их самоотверженностью, обязанность всех нас. Главная общая задача – сохранить память о тех событиях в новых поколениях соотечественников. На митинге присутствовали дошколята, обучающиеся школы, студенты политехнического техникума. Мы должны чтить память наших предков и должны всегда помнить такие дни, чтобы наши дети, будущее поколение, не забывали о подвигах наших советских солдат. Первые лица района – студенты, неравнодушные устьюжане, почтили память наших отцов, дедов и прадедов и возложили цветы к вечному огню. Юрий Воронин, Антон Карев, Новости провинции.